Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова -"Госкапитализм". Чем нынешние капитаны бизнеса лучше олигархов 90-х? Тем, что вы их знаете, им доверяете? Я и тех всех знал, и этих знаю. Когда вы не были президентом? Я был представителем правительства и президентом стал в 2000 году. Я всех его знал. И со всеми работал. Дело не в том, что кого-то закручивать, откручивать и отрывать на всякие места. Дело совершенно не в этом. Дело в чем? Не допускать к управлению страной. Не влиять на политические решения. Ясно, что и тогда, и сейчас все ищут ходы, лоббируют свои интересы. Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения. И в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются. А пытаются? Да, собственно говоря, уже и нет. Они поняли, что это невозможно и даже и не лезут. Объясняли? Ну, они борются за свои интересы. Ну, например, сейчас обсуждается вопрос с нашими партнерами по, скажем, по Еврозес, да, по ценам на нефть, на газ. Ну, конечно, они отстаивают свою позицию, это понятно. Но они не пытаются влиять как бы изнутри. Они просто объясняют свою позицию, доказывают, что они правы. Но это касается узкого сегмента их практических интересов. Ну, это естественно. То, что государство так активно в последние годы лезет в экономику, то, что вот эти госкорпорации, которые были созданы как раз в тучные годы, да, во второй половине нулевых, когда денег было дофига, и можно было там что-то с ними делать. Это не соответствует действительности. Да, есть разные подсчеты участия государства в экономике. Разные. Кто-то считает, что слишком много государства в экономике, кто-то считает, что нормально. И разные методики дают разные конечные результаты. Как считаете вы? Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация. Значит, у нас из двадцати наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием. Если я ошибусь, там, на одной, мне кажется, это не важно. Значит, но и то, ведь в чем вопрос? Вопрос не в том, частные они или государственные. Вопрос в том, как они работают. Если реально они работают грамотно, с доходом, приносят доход государству, ну, тогда стоит вопрос о том, а это что, самоцель, что ли, приватизация или нет? Вот в Канаде, например, я разговаривал в свое время с коллегой из Канады. Они взяли и приватизировали железную дорогу. Ну и чего? Американцы купили. Они сто раз пожалели, что продали. Надо быть очень аккуратным здесь и принимать взвешенные решения. Кроме всего прочего, компании с госучастием являются самыми крупными налогоплательщиками в государственные бюджеты всех уровней. Роснефть номер один, потом Газпром, потом Лукойл, потом Татнефть есть, Сбербанк. А Лукойл частная история? Да. Так я про это и говорю. Крупные компании, они самые крупные налогоплательщики. Ну, принято считать это как аксиома, что государство неэффективное собственное. Эта аксиома ничего не стоит, если не посмотреть на конкретную работу конкретного предприятия. Общий подход – это средняя температура по больнице. Как вы знаете, очень часто этим аргументом пользуются тогда, когда люди справедливо ставят вопрос о том, что в среднем у нас хорошо, а мне конкретно и моему соседу плохо. Так же, если перевернуть эту медаль, с другой стороны, будет то же самое. Общий подход может быть и правильный, так как методика. Но надо смотреть в данном конкретном случае каждый раз отдельно. То есть вы ничего страшного в реприватизации не видите? Нет, я ничего здесь страшного не вижу. Вот знаете что, есть такое большое количество... А вот Валентин Маша ваш советник считает иначе? На той советнике, чтобы высказывать свою позицию. И разные здесь есть подходы, разные точки зрения. И человек, который принимает решения, должен услышать каждую точку зрения. Я так стараюсь и делать. Вот другая проблема – предъявляют претензии к Центральному банку. Что он уж много забрал под себя финансовых учреждений. Истратил огромное количество денег, выплатил там большие деньги акционерам и так далее. Но он не акционерам платил в основном. Акционерам-то и не платил почти ничего. Платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санации того или другого финансового учреждения. Но дело в конечном итоге... Я знаю, вот люди посмотрят, тот рассердится, да, скажет, ну да, вот я там пострадал. Но дело Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали. Чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немеренно у людей, у населения. Как это делали застройщики с обманутыми вкладчиками. И потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, там, как обычно. Вот поэтому своевременно нужно было делать эту санацию. Плохо или хорошо – это другой вопрос. Вот он набрал, Центральный банк, активы этих финансовых учреждений, но не на вечно, и не собирается их вечно держать. Собирается санировать и выводить их на рынок. И такой план у Центрального банка есть. Наберу ли на меня об этом докладывать. Кстати, о доходах. Как бьется государственность корпораций с рыночными зарплатами топ-менеджеров? Плохо бьется. Ну, когда получают. Плохо, я с вами согласен. Послушайте, меня самого это коробит. Честно вам сказать. Так, Владимир Владимирович. Я сейчас отвечу. Не так все просто, как казалось бы, на первый взгляд. Я уже там на этот счет с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают достаточно большое количество иностранных специалистов. Они работают эффективно. И они чего-то стоят на рынке. На международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платим зарплату, которую их услуги, их работа стоят на международном рынке труда. Но если им платить, то они как начальники должны получать больше. То же самое у нас произошло знаете с кем? С летчиками гражданской авиации. Вот то же самое сейчас произошло. Мы вынуждены были брать пилотов иностранных компаний, особенно имеющих опыт работы на Боингах, на европейских машинах. Вынуждены были повысить им уровень заработной платы под европейский и американский стандарт. Теперь военные летчики с удовольствием уходят на кресло второго пилота. Потому что в армии стали получать меньше, чем в гражданской авиации. Сразу это перекосило рынок труда, включая Министерство обороны. Поэтому и здесь то же самое. Не, Владимир Владимирович, летчики сколько получают? Ну, полмиллиона в месяц. Ну, второй пилот где-то, по-моему, 300-350 тысяч. А топ-менеджеры получают миллион в день. Ну, в день. Владимир Владимирович, ну что-то как-то многовато будет, нет? Насчет дня я не знаю, но многовато, я с вами согласен. И то, что это там иностранных специалистов как-то, ну... Я... Не самое это, извините, правда. Не-не-не, почему? Это важно. Не-не, но тогда они должны будут получать меньше своих подчинений. Платят же. Ну, пускай получат меньше. СМЕХ Так где-то бывает. Или мы будем исключением? Ну... В мире такого нет. Да? Нет. Ну, хорошо. Но меня самого это, честно говоря, задевает и коробит. Я согласен. Скромнее надо быть. Да, это правда. Ну вот. Согласен с вами полностью. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok